Всем привет! В Канаде неотвратимо приближаются федеральные выборы. Они должны состояться 20 октября 2025 года. Ну, возможно, перенесут на неделю позже. Нет ли у либералов каких-то тайных ходов, которые они могут предпринять до выборов? Каковы их планы на самом деле? Вот давайте посмотрим на перспективы, что может случиться в оставшееся время. А еще я хочу немного поговорить о наследии Трюдо. Это, кстати, очень много объясняет в его действиях. Поехали! Пока что с большим отрывом лидируют консерваторы. Вот они здесь показаны синим цветом, либералы красным. И этот отрыв продолжается уже длительное время. Как вы видите, стремительный отрыв начался всего несколько месяцев после сентябрьских выборов 2021 года, затем ускорился в 2023 году и весной 2024 года достиг своего пика. И с тех пор пока что находится стабильно на уровне от 15 до 20%. И это очень большой отрыв. А вот данные по местам в парламенте. То есть, если бы выборы состоялись сегодня, то консерваторы уверенно взяли бы majority government, более половины мест в парламенте. Для этого надо 172 места. Сейчас они теоретически набирают 203. А у либералов всего 83 места. Казалось бы, как так? Отрыв по голосам избирателей 15-20%, а по местам в парламенте в 2,5 раза. Такое бывает в мажоритарной системе. Если кому-то интересны детали, то смотрите ролик «Трюдные времена в Канаде». Ссылка в описании. Так вот, казалось бы, все у консерваторов хорошо, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Дело в том, что до выборов еще есть время, и история знает случаи. Вы их видите на экране, когда действующие премьеры и провинциальные, и федеральные, буквально за несколько месяцев, а порой и недель до выборов, отыгрывали от 10 до 17%. Правда, для этого им приходилось делать очень удачные политические и экономические ходы, а также вести очень эффективную избирательную кампанию. Вот, например, премьер-министр Канады консерватор Брайан Малруни имел весьма низкую популярность за год до выборов 1988 года. После победы на выборах 1984 года его преследовали коррупционные скандалы и обвинения в назначениях на правительственные посты людей по протекции. Вам это ничего не напоминает. Но в 1987 году, за год до выборов, он вносит изменения в Конституцию, признавая КВБ к отдельным сообществам и предоставляя всем провинциям больше прав на значение сенаторов и судей Верховного Суда. Затем уже в 1988 году он подписывает явно выгодные для Канады соглашения о свободной торговле с Америкой, против которого выступали либералы. Наконец он провел серию удачных теледебатов с лидером либеральной партии Джоном Тернером. В общем, за три недели до выборов он уступал либералам 6%, но сумел подняться на 17 пунктов и в итоге победил с перевесом 11%, а по местам в парламенте получил вообще мажорити Гауэн. Так что вы понимаете, к чему я веду. Расслабляться ни в коем случае нельзя, все может случиться. Что могут предпринять либералы для поднятия своего рейтинга? Давайте рассмотрим возможные сценарии, и я думаю, что там есть кое-какие тайные ходы. Но обо всем по порядку. Ну, во-первых, рассмотрим вопрос о том, уйдет ли Трюдо сам. Видя такой низкий процент поддержки. Я бы на это не рассчитывал, ни тот человек. Вот послушайте, что он сказал недавно в одном из интервью. Я сейчас расплачиваюсь. Так много еще не сделал. Ну, ладно. Так что нет, я бы на уход Трюдо не рассчитывал, и я буду рад ошибиться. Здесь я хочу сделать лирическое отступление. Добавлю несколько штрихов к портрету нашего премьера. Еще до своего премьерства он заявлял. Ценности и видение этой страны моего отца, очевидно, формируют все мои ценности и идеалы. Но это не призрак моего отца, баллотирующего на пост лидера либеральной партии. Это я. То есть он ссылается на своего отца, как на человека, сформировавшего его ценности. Для тех, кто не в курсе, Пьер Трюдо в юности был крайне правым квебекским националистом, чтобы не сказать больше. Есть такая книга замечательная, называется «Молодой Трюдо». В ней описывается юность и молодость Пьера Трюдо. Авторы книги Макс и Маник Немни получили разрешение Трюдо на изучение его ранних работ, а в студенческие годы он был очень плодовитым писателем. То, что они обнаружили в этих работах, было воспитанием фашиста. Трюдо, родившийся в богатстве, получил образование в классическом колледже под руководством иезуитов. Он принял политику церкви, а также ее мораль. А в Квебеке времен юности Трюдо церковь считала, что успешными нациями являются корпоративистские государства. Италия Муссолини, Германия Гитлера, Испания Франко и Португалия Салазара. Вот несколько фактов из биографии Трюдо тех лет. В 1942 году, когда ему было 23 года, Пьер Трюдо был ведущим организатором революционной ячейки под названием LX, целью которой было совершить переворот, ведущий к корпоративистскому, независимому, католическому и французскому Квебеку. Также в своих речах тех времен он не отличался выбором выражений. Он мог заявить, предатели из правительства должны быть заколоты живьем. Или, я прошу вас вырезать всех проклятых буржуа в каком-то городе. Он также писал антисемитские пьесы, которые с большим успехом исполнялись в школе. Ну и пора его высказываний тех времен про демократию. Невежество, доверчивость, нетерпимость, ненависть к превосходству, культ некомпетентности, избыток равенства, универсальность, страсти толпы, зависть отдельных людей. Ну или демократический принцип способствовал подрыву цивилизации, препятствуя развитию элиты. Вот такая была бурная юность Трюдо отца. Разумеется, с течением времени его взгляды менялись, и его считают отцом-основателем Канады, поскольку именно при нем в 1982 году Канада получила независимость, приняла закон о конституции с Хартией о правах и свободах, как частью конституции. Под Хартией, кстати, стоит подпись Фьера Трюдо. И, пожалуй, именно Трюдо был наиболее популярным премьером Канады во всей канадской истории. Перед выборами в 1968 года даже появился термин «трюдомания», настолько он был популярен у избирателей. Ну то есть он стал как бы демократом и либералом до мозга костей, если бы не некоторые обстоятельства. Как это ни парадоксально, его либерализм не мешал ему восхищаться коммунистическими режимами Кубы, Китая и Советского Союза. В различные годы своей уже зрелой жизни он говорил, «Когда видишь массовые митинги с Фиделем Кастро, выступающим 90 минут на 100 градусной жаре, то задумываешься, зачем нужны выборы». Вернувшись в Канаду из Китая в 1973 году, Трюдо защищал политику Мао в парламенте, казалось, не заботясь об ответственности за изнасилование, пытки, тюремное заключение и смерть миллионов людей. Трюдо открыто восхищался тем, как Советы построили сибирский город Норильск, сетуя на то, что в Канаде нет ни одного сопоставимого города. Один советский диссидент напомнил Трюдо, что Норильск был построен заключенными ГУЛАГа. Ну и так далее, поверьте, список длинный. Он даже назвал своего младшего сына Саша в честь советского посла в Канаде Александра Яковлева, который, кстати, был другом Сибии Трюдо. А еще Пьер Трюдо в невоенное время ввел военное положение в стране во время так называемого Октябрьского кризиса 1970 года. Тогда два политика, один британский и другой квебекский, были похищены фронтом освобождения Квебека, воинствующим движением за независимость Квебека. В ответ на это Трюдо применил закон о военных мерах, который давал правительству широкие полномочия по арестам, задержаниям и цензуре. Вам это ничего не напоминает? До этого этот закон применялся только в Первую и Вторую мировые войны. И, кстати, споры об уместности этих мер и их влиянии на либеральную демократию в Канаде и Квебеке продолжаются до сих пор. Так что личность Пьера Трюдо, я бы сказал, очень противоречивая и неоднозначная. И кто знает, о чем он говорил с сыновьями на кухне? Мы можем только гадать. Пьер Трюдо подал в отставку 29 февраля 1984 года сам. Накануне вечером он прогулялся в снегопад и во время этой прогулки принял решение, что пора уходить. И наутро он подал короткое заявление об отставке. Вот вы видите его на экране. Ну вот раз уж ценности и видение Пьера Трюдо формирует ценности и идеалы его сына Джастина Трюдо, то почему бы и сыну не последовать примеру отца и не подать в отставку? Нет, это не тот вариант. Да и вообще, словам Трюдо младшего не следует сильно доверять. За 9 лет в офисе он выполнил полностью только 42% своих обещаний. Не выполнил вообще 20%, а выполнил частично 25%. То есть почти половина его обещаний, 45%, не выполнена вообще или не выполнена в полной мере. Так что что тут удивляться? Кстати, для сравнения, Харпер выполнил полностью 77% своих обещаний, почти в два раза больше, чем Трюдо. А не выполнил полностью или частично всего 23%, в два раза меньше, чем Трюдо. Ну ладно, извините за это лирическое отступление. Это были просто какие-то штрихи к наследию и портрету Трюдо. Давайте продолжим рассуждение о текущем моменте. Итак, Трюдо сам не уйдет. Это во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим, могут ли либералы сами убрать Трюдо. Ситуация, когда действующий премьер, будучи, соответственно, лидером правящей партии, сменялся новым лидером посреди своего премьерства, случались в канадской истории шесть раз. Причем в последний раз совсем недавно, в 2003 году. Новый лидер партии становится премьером почти автоматически, но после соблюдения определенных формальных процедур. Но во всех шести случаях смена лидера партии была связана или с его уходом на пенсию, или с его увольнением по собственному желанию. А вот такого, чтобы его скинули однопартийцы, такого еще не было. Ну ведь мы в интересные времена живем, правда? У нас много чего было впервые при Трюдо. Начнем с того, что Трюдо стал первым премьер-министром в истории Канады, нарушившим федеральный закон об этике. Ну и также применение Эмержензис-акт впервые в истории Канады, не путайте с законом о военных мерах. Рекордное число скандалов, ну и далее со всеми остановками. Так что я бы не удивился, если бы впервые в истории Канады и лидера правящей партии поменяли бы свои же однопартийцы посреди его премьерства. И в среде либералов, в принципе, раздаются такие голоса. Недавно Радио Кеннеда опросила более 25 членов парламента либералов, и шесть из них высказали за то, чтобы Трюдо ушел. Еще пятеро не определились, остальные за то, чтобы Трюдо оставался их лидером и на выборах 25-го года. Среди опрошенных министров же есть единогласия, все за Трюдо. Так что, как видите, настроение большинства либеральной верхушки на стороне Трюдо. А еще скажу, что его просто не на кого менять. Может, они и хотели бы, но не на кого, потому и не хотят. Из всей либеральной колоды, согласно недавнего опроса на нас, для избирателей наиболее привлекательным является бывший глава Банка Канады Марк Карни. У него 19%. Фриланд и Трюдо имеют по 9%. А 25% канадцев, кстати, сказали, что им не нравится никто. Ну, то есть яркого и явного лидера у либералов просто нету. Среди либералов наибольшие шансы, казалось бы, у Марка Карни, но у него очень низкая узнаваемость. Согласно вопросу Авакус, по фотографии его узнает всего 7% канадцев. И последний довод против такого внутрипартийного переворота, это то, что по традиции, если смена премьера все-таки состоялась посреди его премьерства, то назначаются выборы в течение нескольких месяцев. Это не закон, но традиция, и ее нарушение будет выглядеть в глазах избирателей очень плохо, так что вряд ли ее кто-то нарушит. Так вот, получается, что если сейчас заменить Трюдо на кого-то другого, то надо сразу же проводить выборы, и просто нет времени на раскрутку нового лидера. То есть все доводы говорят за то, что такой замены не будет. Ну а как это не парадоксально, я все-таки не исключал бы до конца этот вариант, но только где-то совсем близко к выборам, и только как отчаянный шаг, когда либералы просто будут видеть, что ситуация катастрофическая, и терять нечего. Пока что же надо исходить из того, что нет, Трюдо остается, сам он не уйдет, и свои его не уберут. Ну кто бы удивился, ведь ему еще столько надо сделать. Какие варианты поднятия рейтинга к выборам могут быть у него на столе? Можно попробовать поменять членов кабинета. Ник Нанос по заказу Ситиви Ньюс даже провел опрос, является ли перестановки в кабинете министров важным или неважным фактором в том, как вы относитесь к правительству. Мнения разделились примерно пополам. 49% канадцев ответило, что да, это важно, 48% не важно. Ну вот поскольку почти половина считает, перестановки в кабинете могут повлиять на их отношения к правительству, то это очень возможный сценарий. Трюдо уже предпринимал что-то такое, 26 июля 2023 года он сменил сразу 7 министров, правда поднятие рейтинга либералов это никак не помогло, поэтому сейчас это должно быть что-то более громкое. Я думаю, что кресло шатается под крестью Фриланд, вот ее могут и снять, и заменить на Марко Карни, тем более, что рейтинг у Фриланд всего 9%, а у Марко Карни 19%, и это самый высокий рейтинг среди всей либеральной врахушки. Что еще он может сделать? Давайте посмотрим на такой замечательный вопрос от Abacus Data, какие есть выигрышные и проигрышные идеи, чтобы привлечь или оттолкнуть избирателей. Здесь в зеленом овале выигрышные идеи, в красном проигрышные. Среди выигрышных идей отмена Carbon Taxa. И действительно, 65% канадцев готовы проголосовать за ту партию, которая убрала бы Carbon Tax. Но Трюдо этого никогда не сделает, он упрям и не уступчив. Что он может сделать, так это снизить или отложить его для каких-то отдельных категорий канадцев, как это уже было сделано для жителей атлантических провинций. Но он не уберет Carbon Taxa вообще, это 100%. Какие еще есть выигрышные идеи? Бесплатное высшее образование и даже бесплатный проезд в общественном транспорте. Я не думаю, что это осуществимо и вообще будет рассматриваться. А вот оставшиеся две идеи – обложить налогом религиозной организации и увеличить подоходный налог 1% самых богатых канадцев – вполне себе могут лечь на стол Трюдо. И как мы видим из этого вопроса, они могут сработать. Что еще? Я думаю, легализация тяжелых наркотиков – это один из тайных планов либералов. Но это не тема для выборов. Пилотная программа по декриминализации кое-каких тяжелых веществ была запущена в Бритишколамбе в начале 2023 года и должна продлиться три года. По опросам, всего 36% канадцев поддерживают такую декриминализацию и только 25% – полную легализацию всех наркотиков. И вообще, эта пилотная программа не работает. Мало того, она получила огромный общественный резонанс, очень много жалоб от населения и от медиков. Количество случаев передозировки и смерти от нее растет. В программу уже вносятся кое-какие изменения, относящиеся к рекриминализации употребления наркотиков в общественных местах. Но в целом она продолжается. Если либералы решат распространить эту программу на всю Канаду, то очков они себе точно не добавят. Возвращаясь к опросу с идеями, легализация наркотиков находится в сфере проигрышных идей. Так что вряд ли они будут идти с ней на выборы, и это будет ошибка, если они это сделают. Но не обольщайтесь, то, что либералы даже не будут говорить о легализации или декриминализации тяжелых наркотиков в предвыборной кампании, еще не означает, что они не будут все это проводить в жизни в случае своего избрания. Зачем-то же они запустили эту программу в BC. Какие еще ошибки они могут сделать? Если посмотреть на проигрышные идеи, то тут и обязательная воинская служба, и повышение пенсионного возраста, и даже платная медицина. Ну, в дополнение к существующей, как бы бесплатной медицине. Ничего из этого они, конечно, не будут делать, но вот одну ошибку они сделать могут. Трюдо совсем недавно встречался с Полом Кершоу, лидером лаборатории Университета Британской Колумбии, называемой Generation Squeeze, вытеснение поколений, чтобы это не означало. Фактически, это лоббистская организация, которая лоббирует так называемое Generational Awareness, справедливость поколений, и ликвидацию так называемого неравенства жилья, Housing Inequity. В своем отчете они предлагают дословно, так же, как правительство ввели цену на загрязнение, чтобы снизить наши выбросы и бороться с изменением климата, этот отчет рекомендует установить умеренную цену на неравенство в жилищном секторе, чтобы оказать понижающее давление на стремительно растущие цены на жилье, которые привели Канаду к кризису доступности. Мы можем начать этот путь, добавив небольшой дополнительный налог, начиная с 0,2% и достигая пика в 1%, на дома стоимостью более 1 миллиона долларов. Заметьте, опять налоги. У леваков всегда налоги вместо созидания. Взять все, да и поделить. То есть они предлагают ввести дополнительный налог на недвижимость на дома до миллиона долларов 0,2%, а на дома свыше миллиона 1%. На что сейчас меньше миллиона стоит? И не ошибитесь, это не Capital Gain, это ежегодный дополнительный налог на всю стоимость дома, и это на Primary Residence. Де-факто это означает, что пожилые люди, живущие в своем доме, ну скажем, стоимостью миллион двести тысяч, должны будут платить дополнительный налог 12 тысяч в год, то есть тысячу в месяц. Ну а где пенсионерам будут взять такие деньги? Становится понятным название вытеснения поколений. Вытеснить пенсионеров из домов. Вот, видимо, в чем идея. Люди всю жизнь работали, платили таксы, все эти бесконечно билы, поднимали детей, платили моргидж, и вот, наконец, на пенсии имеет свой выплаченный дом. И у многих это вообще все, что есть. И что нам говорят товарищи из Generations Quiz, платите тысячу долларов в месяц дополнительный налог. Это для многих, кстати, означает фактическое увеличение проперти такса в два раза, а еще для многих – выселение из собственного дома. Выглядит так, что 3DO разделяет воззрение Пола Кершоу. По крайней мере, эта встреча прошла душа в душе, и у него в лексиконе появились красивые слова «generational fairness», видимо, заимствованный у профессора. Так что, похоже, что такое либералы могут включить свою программу. Но, однако, такс Gainson Property Residence у нас в списке плохих идей, а это еще хуже. Это даже не на Gains, а вообще на всю Primary Property, и не разово, а каждый год. Если они не включат ничего такого, то все равно, не обманитесь. Это не значит, что они не будут продвигать этот такс в случае избрания. Возможно, это тоже его тайная идея пока что. Дальше. Согласно недавнего опроса Нанос, рекордная иммиграция находится на шестом месте среди вопросов, которые беспокоят канадцев больше всего. А еще совсем недавно, согласно опросу Ипсоса, она была даже на четвертом месте. Будут ли либералы снижать иммиграцию? Да, и это уже происходит. В марте министр иммиграции Марк Миллер объявил, что правительство планирует сократить численность временных резидентов до 5% в течение следующих трех лет. В настоящее время их 6,2%, или примерно 2,5 миллиона человек. В конце августа состоялась трехдневная выездная сессия правительства в Галифаксе, и на ней Трюдо анонсировал, что, во-первых, говермент сократит число низкооплачиваемых временных иностранных работников с помощью более строгих правил. Заявки на низкооплачиваемых временных иностранных работников в регионах с уровнем безработицы 6% или выше будут отклоняться. Репутателям будет разрешено нанимать не более 10% временных иностранных рабочих по сравнению с 20% сейчас. Рабочие, нанимаемые по программе низкооплачиваемых работников, смогут работать не более одного года по сравнению с двумя годами сейчас. Эти изменения не коснутся некоторых отраслей, таких как здравоохранение, строительство и продовольственная безопасность. Во-вторых, правительство также рассмотрит изменения в стриме высокооплачиваемых временных иностранных рабочих и другие корректировки. Изучаясь вопрос, они собираются 90 дней и внесут какие-то изменения с учетом уровня безработицы. И в-третьих, этой осенью Оттава планирует представить план иммиграции, рассматривающий и постоянных, и временных резидентов. Если я правильно понимаю дословно то, что сказано, то план иммиграции будет включать не только пиар, а еще и временных резидентов, то есть студентов и временных рабочих. Пока что на 2025 и 2026 годы планы иммиграции по 500 тысяч. Но это только пиар, временные резиденты сюда не включены. Как я понимаю, новые планы будут включать и их. Интересно было бы посмотреть на новые цифры, сколько это будет, миллион? Я не думаю, что останется 500 тысяч. Есть еще какие-то меры, касающиеся ограничения числа иностранных студентов. Также запрет на подачу на work permit изнутри Канады с 28 августа. Но это все не выглядит как какое-то изменение курса. Это скорее выглядит как пожарные меры по исправлению ошибок. И скорее всего временные меры. Неафишируемое участие либерала в программе «Инициатива столетия» никто не отменял. И я об этой программе рассказывал подробнее в ролике 141, ссылка в описании. Коротко, согласно этой программе, население Канады к 2100 году должно составить 100 миллионов человек. Сейчас это 41 миллион. В частности, это означает, что, например, в Торонто будет проживать 33,5 миллиона человек. Естественный прирост населения в Канаде очень низкий. То есть этой цели можно добиться только за счет иммиграции. Причем в том ролике я посчитал, что надо завозить по 800 тысяч иммигрантов в год. Так что не купитесь на какие-то временные изменения в иммиграционной политике либералов. Как известно, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Что еще может быть на столе у либералов? Не удивляйтесь, но была, а кто знает, может быть и до сих пор есть, идея слияния либеральной партии с НДП в одну партию. Интересно, как она называлась бы? Либерально-демократическая партия Канады? Идея на полном серьезе обсуждалась весной 23-го года. Ведь в парламенте эти партии создали фактически коалицию. Так почему бы им не пойти дальше? Аналитики тогда говорили, единственное, что новые демократы и либералы не любят больше, чем консерваторов, это друг друга. Но если они хотят покончить с будущим правительством Пьера Польева, то им, возможно, придется найти способ отложить это в сторону и объединить усилия на более длительный срок. Такое слияние могло бы помочь этим левым партиям победить консерваторов. Рейтинговая компания Ledger даже провела опрос среди канадцев. И да, получалось, что такой альянс побеждал бы, набирая 41%. Но у консерваторов было бы почти столько же, 39%. Еще неизвестно, кто бы победил в условиях мажоритарной системы. Кроме того, несмотря на то, что у двух партий есть общие политические взгляды, официальное слияние столкнулось бы с серьезными проблемами. Обе партии имеют свою идентичность и свою базу избирателей. И не все их сторонники выступают за слияние. Ну и много чего еще не способствует слиянию. Например, у обеих партий очень амбициозные лидеры. И никто из них не хочет делить пальму первенства в новой партии и с кем-то еще. Так что нет, такое слияние возможно только теоретически. Разве что уж совсем припечет. Что еще? Программа доступного жилья. Да, это то, что они попытаются продать избирателям. Верите или нет, но у либералов наконец-то появилась программа по строительству жилья. Кое-какие ее подробности недавно представил министр строительства Шон Фрейзер. Один из проектов – строительство домов на государственных землях. Цель которого – выявить и сдать в аренду застройщикам неиспользуемые или пустующие федеральные объекты для строительства доступного жилья. Расчет на то, что поскольку капитальные затраты на землю иногда составляют до четверти стоимости нового дома, программа аренды помогает снизить первоначальные расходы застройщиков, а также сохранить землю в общественном владении, чтобы гарантировать, что построенные на ней дома останутся доступными. В апрельском бюджете определены первые пять земельных участков для аренды в рамках программы. Четыре из них находятся на территории бывших военных баз в Торонто, Оттаве, Калгари, Эдмонтоне, а пятый – на месте бывшего здания Национального совета по кино в Монреале. Но на этих землях можно будет построить всего 25 тысяч единиц жилья, и эксперты говорят, что это все слишком поздно, слишком мало. Too late, too little. И вообще, либералам они мало верят. Утверждается, что что-то подобное либералы уже обещали в 2015 году, и что-то этот марафон затянулся. А вот этот критик от консерваторов говорит. Стоимость среднего дома в Торонто сейчас – миллион сто тысяч долларов, в Ванкуире – миллион двести тысяч. Чтобы купить дом в этих городах, надо иметь семейный доход более двухсот тысяч в год. А медианная зарплата канадской семьи после налогов составляет всего лишь около шестидесяти восьми тысяч. Вообще же, план либералов построит три миллиона девятьсот тысяч новых домов к две тысячи тридцать первому году. Теми темпами, которые они это делают, это просто недостижимо. Но продать эту программу избирателям они будут пытаться. Так что не удивляйтесь, если скоро она будет пропагандироваться из каждого утюга CBC. Не купитесь на это. Кроме того, либералы возрождают программу так называемых мобильных или промышленных домов. Смотрите подробности про такие дома по ссылке в описании. Такие маленькие дешевые дома строились в Канаде после Второй мировой войны. Потом в них необходимость отпала. Ну а сейчас при мудром руководстве либеральной партии, видимо, опять появилась. Вообще же, опять-таки, жилищная программа либералов выглядит как попытка срочно исправить допущенные за девять лет правления ошибки. Надеюсь, что никто на эти их планы не купится. Тем более, что получится у них это или нет, большой вопрос. Пока что у них все плохо получается. У консерваторов, кстати, есть своя жилищная программа. В частности, они планируют конвертировать 15% из 37 тысяч федеральных зданий, а это 5,5 тысяч зданий, в жилье. По идее, это должно снять давление на рынок недвижимости очень быстро. У них еще есть ряд идей, но это не тема данного ролика. Что еще может быть у либералов за пазухой? Какие-то социальные программы? О, да, это запросто. Что-то завернутое в красивую оболочку стоимости жизни, медицины, различных пособий, доступности жилья, да что угодно. Даже боюсь предположить. Однако, одну такую программу, GLBI, Granted Liveable Basic Income, гарантированный прожиточный базовый доход, я вполне могу предположить. Почему-то о ней почти не говорят. А ведь Билл уже прошел два слушания в House of Commons. И сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Вот это вполне может быть еще одним тайным ходом либералов, которые они придерживают до выборов. Они могут представить программу где-то близко к выборам, а потом заявить, что если, мол, выберите консерваторов, то они эту программу не примут, а выберите нас, и у всех будут бесплатные деньги. Ребята, не купитесь на это. Если принять эту программу, то налоги сильно вырастут, и платить будет средний класс. То есть, вообще говоря, это означает конец среднего класса, а еще и очередной виток инфляции, и вообще контрольный выстрел в экономику. Я подробно рассказал об этой программе в ролике 152, ссылка в описании. Это все не больше, чем популистские лозунги и демагогия. В общем, смотрите ролик, там все подробно. Ну что, сегодня мы рассмотрели кое-какие явные тайные ходы и намерения либералов. Среди таких тайных, или, по крайней мере, не афишируемых делишек, это инициатива столетия, сжатие или вытеснение поколений и гарантируемый доход. Также мы рассмотрели даже некоторые скелеты в шкафу наследия Трюдо. Что касается выборов, то я хочу сказать, что, несмотря на большой отрыв консерваторов, у либералов все еще не все потеряно. И ни в коем случае нельзя ни расслабляться, ни купиться на их сладкие речи и обещания. Ребята, если мы с вами на одной волне, то призываю вас, ширьте ссылку на это видео, делите его с другими людьми. Чем больше людей его увидят, тем лучше. Ситуация все еще неоднозначная и даже опасная. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я, конечно, буду делать апдейты, до выборов нас еще ждет очень много интересного. Ну а на сегодня все, всем спасибо, пока.